Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. Прямо сейчас коротко главные темы этого дня. В многоэтажке на предмостной вспыхнула квартира. Там был 10-летний ребенок. Он пришел со школы и включил компьютер. Возможно, это и стало причиной пожара. Главная федеральная тема – пресс-конференция президента. Какие вопросы задавали Путину, Виктория Столярова расскажет через 4 минуты. Красноярские пенсионеры могут остаться без денег на Новый год. В некоторых отделениях проходит реорганизация, поэтому сроки выдачи пенсии перенесли. Что делать тем, кто не успел получить деньги? Об этом через 15 минут. Гаубицу не вернут на Караульную гору. Об этом сообщили в мэрии. Почему и что теперь будет с пушкой? Начинаем выпуск с происшествий. На правобережье Красноярска загорелась квартира в многоэтажке. Пожар произошел в доме номер 197 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Огонь охватил квартиру на шестом этаже. Очевидцы засняли, как из окон валит густой черный дым. В горящей квартире находился 10-летний ребенок. Как рассказали родители мальчика, он только вернулся со школы, включил компьютер и ушел в другую комнату. Они предполагают, что именно от проводки возле компьютера и началось возгорание. Ребенок выскочил, увидел, что пожар случился, выскочил соседей на помощь кричать. С телефоном выскочил, позвонил жене на работу, жена уже мне позвонила. Ребенок был в соседней комнате, зачуял запах дыма, пошел в зал посмотреть, горит в районе компьютера. И уже выскочил соседей на помощь звать. Как новостям ТВК сообщили в МЧС, жители дома эвакуировались самостоятельно. На месте работали 22 пожарных и 7 единиц техники. Пожар удалось потушить около пяти часов вечера. Пострадавших нет. В Красноярске после вступления в силу новых коронавирусных ограничений начали закрываться заведения общепита. Первыми о приостановке работы объявили сотрудники Велкомбара. В прощальном видео коллектив заведения объяснил, что теперь, когда нельзя работать после девяти вечера, они не могут существовать. Значит ли это, что бар закрылся окончательно, пока не ясно. Однако 16 декабря в заведении прошла прощальная вечеринка, на которой один из сотрудников выступил с не очень-то утешительной речью. Ждем всех сегодня на прощальную вечеринку и идем в светлое безработное будущее. Остальные заведения пока закрытие не объявляли. Кто-то будет работать согласно указу, кто-то в смешанном режиме. Например, сотрудники бара «Джефф Спот» рассказали, что заведение будет работать до девяти вечера в обычном формате, а с девяти до одиннадцати в формате магазина. Напомню, что ранее свою работу из-за сложного финансового положения приостановили бары «Лошадка», «Харлис», а также рестораны «Теленок табака на Мира» и «Пробка на Мира». Тем временем от коронавируса в Красноярске вылечились 457 человек. Это самый большой показатель за декабрь. За весь период пандемии вирус побороли ровно 35 тысяч человек. При этом уровень заболеваемости остается неизменным. На сегодня к числу ковид-положительных добавилось еще 335 человек, скончались 19. По России ситуация следующая. Заболели больше 28 тысяч человек, вылечились 26 тысяч пациентов, скончались 587 человек. Ну и сейчас все еще идет большая пресс-конференция Владимира Путина. Это главная тема сегодняшнего дня. Началась конференция по традиции в полдень по Москве. В этом году мероприятие «Необычный формат». Путин отвечал на вопросы удаленно из своей резиденции в Новогорёво. Причем на вопросы не только журналистов, но и обычных россиян. За ходом пресс-конференции следила моя коллега Виктория Столярова. Она сейчас в студии. Вика, какие вопросы задавали президенту? И, может быть, были какие-то важные заявления? Дальше. Ну, пресс-конференция президента завершилась буквально несколько минут назад. Она началась в 4 часа дня по красноярскому времени. И за все это время Путин успел ответить более чем на 50 вопросов. Как ты уже отметила, в этом году пресс-конференция необычного формата. Путин отвечает на вопросы журналистов удаленно из своей резиденции в Новогорёво. Представители СМИ по видеосвязи общались с президентом. В самой резиденции работали, естественно, журналисты кремлевского пула. Остальные российские и зарубежные представители СМИ разместились в столичном центре международной торговли. А вот региональные корреспонденты работали на площадках в 8 федеральных округах. Без длительного традиционного приветственного слова Путин сразу практически перешёл к вопросам. И первым его задала журналист из Магадана, которая спросила у Путина, ну вот понятно, что год был плохой, но было ли в нём что-то хорошее. Путин ответил, что пандемия, конечно, наложила свой отпечаток. И далее он углубился в сухие цифры и заявил, что несмотря на все проблемы, падение ВВП у нас в стране составило 3,6%. Это меньше, чем во всех странах Евросоюза США. Промышленное производство просело всего на 3%, а реальные заработные платы, тут Путин попросил граждан не сердиться. Это усреднённые цифры, отметил он, подрастут к концу года на 1,5%, а падение реальных доходов около 3% составило. Однако, по его словам, Россия встретила проблему пандемии достойной, отчасти лучше других стран, и после заявил, что самое главное – это единение народа перед лицом угрозы. Год был, что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая. Погода, она и есть погода. Вот так и год. И плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, и которая всех нас беспокоит – это пандемия коронавирусной инфекции. Но это характерно не только для нас, не только для России, для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Но в то же время я бы хотел вот на что обратить внимание. Во-первых, я сейчас цифрами это постараюсь подкрепить. При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем моря, мы, безусловно, будем сегодня говорить об этом, мы ради этого и собрались, проблем моря. И всё-таки море – это океан, он везде, по всему миру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. Ну самое главное, знаете что, мне кажется, на что я хотел бы обратить внимание, за что хотел бы поблагодарить граждан страны, вот в этих достаточно сложных условиях мы ещё раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности. Единение народа при какой бы то ни было угрозе. Это уже 16-я по счёту пресс-конференция для Владимира Путина. На неё в этом году аккредитовались более 700 журналистов российских и зарубежных изданий. Для сравнения, в прошлом году было практически в два раза больше – 1895 представителей СМИ. Подавляющее большинство вопросов сегодня касались, конечно, пандемии. Журналисты Кремлёвского пула с телеканала ВГТРК спросили Путина, насколько система здравоохранения справилась с пандемией, насколько она вообще была к этому готова. Путин ответил, что в отличие от других стран российское здравоохранение оказалось наиболее готово. А вот с подсчётом заполняемости коечного фонда у Путина возникли проблемы. Он несколько раз менял цифры. Давайте послушаем. Потребность в коечных местах, подготовленных для борьбы с пандемией, она составляла 95 в миллионах, мы считаем. Значит, готовность была только 50%. Сейчас их уже 125, не, всё-таки в тысячах, в 125 тысяч. Так, 177 тысяч развернули. Даже 277 тысяч. 277 тысяч развернули. Прозвучал вопрос из Новосибирска. Это город, где, напомню, разработали вакцину от коронавируса. Одну из вакцин. Собственно, об этом и был вопрос от местных журналистов. У Путина спросили, а он вакцинировался? Президент ответил, пока нет, так как прислушивается к рекомендациям врачей. Но он обязательно это сделает, так как наша вакцина эффективная и безопасная, заявил президент. Иркутяне спросили Путина про наказание для загрязнителей окружающей среды. Ведь за год, я напомню, достаточно много экокатастроф произошло, в том числе и Норильская катастрофа. Путин ответил, что ответственность за это должен нести как раз-таки загрязнитель. И эта ответственность лежит прежде всего на плечах загрязнителей. Они должны нести ответственность. Какая она должна быть? Она должна соответствовать не угрозам, а соответствовать уровню ущерба, который нанесён загрязнителями окружающей среде и людям, которые живут в той или иной местности. Поэтому, что касается Норникеля, я не вмешиваюсь. Я знаю, что требования к компании Норникеля высокие. И, ну что, надо отвечать за то, что сделано. Кстати говоря, и в самом Норильске там, конечно, компания должна больше внимания уделять вопросам экологии. Были и казусы. Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков несколько раз подчеркивали важность соблюдения антиковидных мер на пресс-конференции. Я отмечу, что журналисты на всех площадках сидели на расстоянии в полутора метрах, в надетых масках и перчатках. Однако не все модераторы этих площадок соблюдали правила и иногда расхаживали без медицинских масок. Еще из интересного. Сергей Шнуров представлял международное агентство RTVI на этой пресс-конференции. Свою речь он начал с того, что, цитата, самый козырный вопрос про Навального он оставит своим коллегам. А затем иронично спросил у Путина, почему российские хакеры на этот раз не помогли победить Трампу на выборах. И напоследок спросил, как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику. Давайте послушаем ответ президента. Начну с завершающей части вашего вопроса. Обратитесь к известным фильмам классики советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить редиско, а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике, о которой вы сейчас сказали. Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас её не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию. Но за это вам большое спасибо за сегодняшнюю нашу форму общения. Почему хакеры, значит, не российские, в этот раз не помогли избраться Трампу? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Ну и далее слова Шнурова подхватила корреспондент издания «Лайф». Журналист, обращаясь к президенту, рассказал, что на этой неделе вышло расследование про Алексея Навального и спросил у Путина, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту его отравления и всё-таки кто его отравил. Отвечая на этот вопрос, Путин назвал оппозиционера исключительно как берлинский пациент. И вот предлагаю ответ президента послушать полностью. Теперь, что касается пациента в Берлинской клинике, я уже не говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Но я знаю, я принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое и в первом, и в этом случае. Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да в наших спецслужбах хорошо это понимают и знают это. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Российская газета спросила у Путина про изменения в Конституцию, почему именно сейчас и почему именно в это время. Путин ответил, что все требует обновления и когда это нужно было сделать, как не сейчас. Также он поблагодарил избирателей за участие в плебисците и за то, что Конституцию приняли. Ведь, по его словам, это граждане, стали авторами нового закона страны. Необычная эта пресс-конференция стала и за счет того, что помимо журналистов, вопросы Путину могли задавать и обычные россияне. Правда, с помощью приложения специального сайта Москва Путину. Я напомню, что в этом году обычные жители страны в этом году остались без традиционной летней прямой линии с президентом. Однако вопросы от простых жителей звучали в основном устно. Их зачитывал сам Путин с листочков. Или эти вопросы звучали из уст волонтеров, которые обрабатывали потоки писем от россиян. Вопросы от жителей касались социальных выплат, надбавок врачам, учителям, а также матерям с детьми. Спросили у Путина и про обнуление сроков. Действительно ли он воспользуется этой возможностью и пойдет на новый президентский срок. Путин ответил, что пока для себя он еще не решил, пойдет или нет. На этом у меня все. Даша. Да, спасибо. Это была Виктория Столярова. Она сегодня полдня следила за пресс-конференцией Владимира Путина и вот рассказала об итогах. Но мы продолжаем. Жители Солнечного пожаловались Путину на бездействие местных властей. Видеообращение люди записали еще за несколько дней до пресс-конференции. Горожане пожаловались на отсутствие дорог, школ и детских садов. Также они отметили, что в микрорайоне есть участок под школу. Однако жители опасаются, что здесь построят жилой дом. Давайте посмотрим это видео. В результате бездействия местных чиновников по проекту, где должен стоять детский сад, уже построили дом. За нашей спиной участок, где должна стоять школа. Но ее тоже хотят застроить домами. Как люди пытаются попасть себе домой, нет смысла говорить. Это надо просто увидеть. К слову президента уже рассказывали о проблемах Солнечного. В июне прошлого года на прямую линию с президентом дозвонилась местная жительница Ксения Бессонова. Она рассказала, что в микрорайоне нет мест в школах и детских садах, а также нет скверов и парков. По итогам беседы Ксении с президентом, губернатор Александр Ус и мэр Сергей Еремин провели в Солнечном выездное совещание, а после приняли решение разбить там парковую зону. Строительство сквера началось в этом году. Подрядчикам выбрали компанию «Сфера». Но совсем недавно стало известно, что мэрия расторгла договор. Из-за многочисленных нарушений при строительстве парка подрядчик получил штраф на 21,5 миллиона рублей. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. В Красноярске три женщины продали своих новорожденных детей за 1 миллион рублей гражданам Китая. Сейчас их разыскивают правоохранители. Следователи завели уголовное дело по факту торговли детьми. В ведомстве установили, что в августе прошлого года три уроженки Казахстана 27, 32 и 34 лет согласились стать суррогатными матерями для жителей КНР, которые являются биологическими отцами малышей. Женщины заключили договор и получили миллион рублей. В апреле этого года в одной из красноярских больниц прошли роды. После этого женщины оставили детей няни, а сами вернулись на родину. В отношении роженец возбудили уголовное дело по статье «Купля-продажа человека». Детей поместили в дом ребенка. Следователи сейчас устанавливают местонахождение женщины и выясняют, кто биологические отцы младенцев. Также допрашивают врачей, которые принимали роды. Красноярские пенсионеры могут остаться без денег на Новый год. По словам пожилых красноярцев, которые обратились к нам в редакцию, они, как обычно, пришли на почту за своими деньгами. Но там заявили, что нужно было получить выплаты до 15 декабря. А сейчас деньги уже не выдают, и получить их можно будет только в январе. Так получилось у Владимира Ивановича. Он пришел на почту за пенсии 16 декабря. Деньги ему выдавать отказались. Говорят, надо было приходить раньше. И теперь мужчина не знает, на что жить целый месяц. Обычно получали, никаких проблем не было, до 21-го включительно, по 21-го включительно. Никаких проблем. А пришел там, женщина стоит, удивлена, ей отказывают получение пенсии, выдачи пенсии. И я подошел, как не вздают. А все, там начальница не очень вежлива. Надо было раньше получать. Вы все должны знать были. Ну, в общем, мы вам всем говорили. Кто ничего не говорил ни в прошлом месяце, ни конец. В пенсионном фонде новостям ДВК сообщили. Сейчас в некоторых отделениях проходит реорганизация. Поэтому срок выплаты пенсии сместили на более ранний, до 15 декабря. И людей об этом должны были предупредить еще в ноябре. Но сейчас пенсионный фонд готов принимать заявки о тех, кто декабрьскую пенсию не получил, но хочет. Сейчас те, кто люди хотели получить пенсию, но не смогли, потому что был закрыт уже вывод. Когда принимаются разовые заявки, то есть сообщить, позвонить, что, допустим, я Петров, Иван Иванович, мой СНИЛС, чтобы мы идентифицировали именно этот человек, я хочу получить пенсию за декабрь, декабрь 2020 года. То есть будет составлена актовая запись, и ему будет финансирование направлено на почту. Подать такую заявку необходимо до 21 декабря. Для этого нужно обратиться в клиентскую службу отделения пенсионного фонда вашего района или позвонить по телефону, который вы сейчас видите на экране. Также заявку можно оставить и в социальных сетях пенсионного фонда. Отрезанные от цивилизации так сами себя называют жители Кировского района со стороны улицы Щерца, Павлова и Транзитной. В 2014 году пешеходный виадук на Симафорной обрушился, в него врезался КАМАЗ. После этого люди буквально остались без всей инфраструктуры. Это и школы, и детские сады, и больницы. Появится ли когда-нибудь виадук на этом месте, Полина Михальчук сегодня разбиралась в проблеме. Там была возможность вообще попасть под машину. Так рисковали мы. И продолжают рисковать вот уже 6 лет подряд. Все это время, чтобы элементарно добраться до больницы или школы на Симафорной, жителям микрорайона Первомайский приходится либо полтора часа ехать на автобусе по пробкам, либо идти около 40 минут пешком, либо рисковать своей жизнью и перешагивать через железнодорожные пути. Это и есть самый коротчайший маршрут. Петр Петрович – житель Кировского района. По его словам, без виадука, который бы соединял между собой два микрорайона, обходиться практически невозможно. Туда и две остановки идти, и обратно. Это же ведь все рано утром, транспорт не ходил. И очень обязательно нужно. Я тратил 20 минут, а так уходило 40 минут, если в обход по Злобинскому мосту. Точкой невозврата, когда сотни красноярцев оказались отрезаны от основной части района, стал 2014 год. Тогда в опору конструкции въехал КамАЗ. От удара рухнули несколько пролетов виадука, а в результате погибла 51-летняя женщина. Но были и другие опасные случаи. В общей сложности за 6 лет при переходе через ЖД пути погибли 2 человека, и 13 получили серьезные увечья. Но и попытки собрать деньги на строительство нового виадука тоже были, правда, тщетные. Сейчас же, по словам депутата Марины Добровольской, дело сдвинулось с мертвой точки. Сказать, что есть проблема, собрать подписи, это очень легко. А вот переделать ноги к тому, чтобы эта проблема была разрешена, это, я вам скажу, дорогого стоит. Я обошла кабинетов, наверное, 20, доказывая не на эмоциях, что это необходимо, а на документах. Исторически сложилось так, что люди огромного кластера могли перейти через ЖД пути и оказаться через 7 минут в поликлинике, в соцзащите. Это не дело. Люди должны иметь возможность мобильно добираться до органов власти. И вот здесь, я вам скажу, очень сложное решение. Но оно все же есть. По крайней мере, по словам Марины Добровольской. 16 миллионов рублей на проект нового виадука уже есть. Их выделил губернатор Красноярского края. Для того, чтобы облегчить дорогу красноярцам, новое сооружение планируют построить со всеми коммуникациями и лифтами для маломобильных групп. Проект уже находится на следующей стадии государственной экспертизы. И сейчас главный вопрос – это финансирование. На сегодняшний день объект проходит государственную экспертизу. Ориентировочная стоимость объекта – порядка 350 миллионов рублей. Параллельно мы ведем работу по включению этого объекта в финансирование. На сегодня еще источник финансирования не определен. Это может быть либо городской бюджет, либо вышестоящий бюджет. Например, какая-либо программа, под которую подойдет этот объект. Правда, Марина Добровольская уверена – такие деньги город предоставить не сможет. Это слишком неподъемная сумма. Здесь, считают депутат, необходимо обращаться напрямую к РЖД. И связь с ними уже есть через представителя Красноярского края в Совете Федерации. Но говорить о выводах пока рано. Красноярцам остается лишь ждать, что связь с городом наладят в ближайший год. Полина Михальчук, Сергей Кашин, Новости ТВК. Благодарность всем врачам появилась в центре Красноярска. Это ледовая скульптура в виде надписи «Спасибо врачам». Она находится в сквере медицинской доблести на перекрестке Парижской коммуны и проспекта Мира. О скульптуре на своей странице в Инстаграм рассказал мэр Сергей Еремин. Сейчас работы еще идут, специалисты выравнивают лед, а в ближайшее время на ледяной композиции установят подсветку. А чтобы навсегда увековечить благодарность медицинским работникам, городские власти планируют построить будущим настоящую композицию из камня. Как выбрать качественную икру и когда в Ройвом руче появится колесо обозрения? Об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Специалисты Распотребнадзора рассказали, как выбрать качественную красную икру. Этот деликатес для многих стал символом новогоднего стола. Итак, на что стоит обратить внимание? Во-первых, не нужно покупать продукт в сомнительных местах. Во-вторых, обращайте внимание на состав. В нем не должно быть консервантов группы Е. Если вы приобрели икру и сомневаетесь в ее качестве, то вам следует обратиться в Распотребнадзор. Там проведут экспертизу. В Ройвом ручье появится большое колесо обозрения. Все детали уже доставили в Красноярск. Рабочие приступили к монтажу. Новое колесо будет в два раза выше прошлого. А чтобы горожане могли насладиться красотами Красноярска, его установят на самой высокой точке парка. Работу планируют начать ближе к весне, сообщил директор парка. Изначально планировалось построить колесо к новогодним праздникам. Но из-за пандемии сроки сместились. В Девногорске открыли мемориальную доску в память о старшем сержанте полиции Денису Сумине. В декабре 2017 года он закрыл своим телом девушку и принял выстрел в упор на себя. Сумин погиб на месте. Сегодня на открытии мемориальной доски присутствовали семья Дениса и его коллеги из МВД. Они почтили память полицейского минутой молчания и возложили цветы к мемориальному знаку. Известную всем красноярцам пушку не вернут на караульную гору. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы города Владислав Логинов. По его словам, для гаубицы нет боеприпасов. Раньше их привозили из Каменки, но теперь этот источник поставки закрыт. После взрыва на складах ужесточились требования к организации мест хранения боеприпасов. Доставлять их из других мест дорого, поэтому пушка останется у собственника, у СФУ. Там она задействована в учебном процессе военно-учебного центра. Понятно, что традиция существовала долгое время, что к ней красноярцы привыкли. Мы не хотим далеко отступать от этой традиции, но мы ищем все законные способы для того, чтобы понимать, каким образом это делать дальше. Сложные на сегодняшний момент решения, которые мы пока на сегодняшний момент исполнить нам нельзя. Не получается, сложно. Поэтому в рамках требований ищем варианты, но о результатах, соответственно, будем информировать. Но сегодня по боеприпасам, по их хранению пока у нас такой возможности нет. Напомню, пушка находилась на Караульной горе 18 лет с 2001 года. Она каждый день стреляла в 12 часов дня. С этой субботы большегрузом запретят ездить по Красноярску. Об этом сегодня сообщили в мэрии. По словам Владислава Логинова, решение это далось нелегко, но оно принесет городу пользу. Во-первых, дорожное покрытие прослужит дольше, его не будут продавливать грузовые машины. Во-вторых, в городе станет меньше пробок. В-третьих, воздух будет чище. Также Логинов добавил, что в городе уже установлены все необходимые знаки. Ограничения коснутся участков дорог в Центральном, Советском, Октябрьском и Свердловском районах. На разных участках будут действовать разные ограничения. Где-то движение грузовиков запрещено полностью, где-то тяжелым машинам можно работать только в ночное время. Ознакомиться с подробным списком можно на официальном сайте администрации города. В ГИБДД предупредили, что за нарушение грозит штраф 500 рублей. О чем бы вы рассказали в эфире новостей? Может быть, вы нашли причину пробок в городе? Или вам надоела вечная яма на тротуаре? Или хотите похвастать, как украсили ваш двор к Новому году? Для этого мы сделали специальную рубрику «Говори на ТВК». В ней вы можете рассказать лично о том, что вас интересует и беспокоит. Так сегодня сделала одна из наших телезрительниц. Она поблагодарила врачей. Хочу сказать хорошие, добрые слова. В адрес врачей, которые спасают жизнь. В том числе они спасали мою жизнь. В ноябре месяце я попала в тяжелом состоянии. В первую инфекционную больницу в СМП города Красноярска. Но привезли чуть тепленькую. Врачи буквально с порога увезли меня в реанимацию. И не отходили от меня до того момента, пока перевели меня в палату. Но моя жизнь спасена. Я видела, как они борются за каждую жизнь. В том числе и мою. Как работают люди в белых халатах. Какой тяжелейший труд. Спасибо огромное. Спасибо огромное санитарам, которые не отходили. И мыли меня. И улыбались. Спасибо всем медбратьям, медсестрам. Я видела их глаза. Спасибо добрым докторам, которые меняли терапию. Которые смотрели. Которые внушали надежду. Вы спасли мою жизнь. Принять участие в рубрике «Говори на ТВК» может каждая. Инструкция простая. Запишите видео со своим рассказом и присылайте его в наши социальные сети. Или по телефону 8 923 165 45 00. В любом удобном мессенджере. Ватсап, Вайбер или Телеграм. И вскоре этот ролик появится на ТВК. Ну а сейчас в эфире наша рубрика «По счетам». В ней финансовый эксперт, управляющая Банком открытия в Красноярском крае Наталья Потапова, рассказывает о том, что происходит в экономике. Сегодня о финансовом поведении людей в пандемию. Что было в первую волну и как изменилось отношение к деньгам во вторую волну. Конечно, во второй волне однозначно поведение людей изменилось. По той, наверное, простой причине, что в первой волне такого кризиса, во-первых, никто не ждал. Мы были к этому не готовы. Все было непонятно. Что будет со мной? Что будет с моими финансами? Что будет с моей семьей? Как я буду жить? На что я буду жить? И вообще, буду ли я здоров? Соответственно, шок был очень серьезный. Насколько я так могу оценивать, я понимаю, что шоковое состояние у населения было где-то первые две недели. Мы все видели, вы там снимали сюжеты, рассказывали нам об этом. Мы это на обывательском уровне все ощущали, что все магазины сметались. Мы, как банкиры, видели, что к нам пошел вал клиентов, которые просто-напросто забирали свои вклады и уносили в те же магазины. Покупали все больше на эмоциональном уровне. Я думаю, что всеми нами тогда управляли ни голова, ни здравый смысл, а наши эмоции. И на эмоциях, конечно, полуки в магазинах были пустые. Перескупали всю туалетную бумагу, гречку не будут повторяться, бытовую технику. Вторая волна коронавируса, она отличается от первой тем, что шока уже нет никакого. Все мы понимаем, что мы живем в этой реальности. Мы к этой реальности приспосабливаемся. Мы находим свою модель поведения. И каким-то образом мы живем. Две отличительных черты, которые бы я назвала во второй волне. Что вот сейчас так очень заметно. Во-первых, по данным наших опросов, почти 40% россиян задумались над тем, чтобы начинать копить и организовывать для себя, создавать какую-то подушку безопасности. Финансовую подушку безопасности. Определенную часть бережений населения держит, так бы я сказала, в такой быстрой ликвидности. То есть, какие инструменты они для этого применяют. Это различные накопительные счета, копилки, которые сегодня, эти инструменты есть практически у каждого банка. Заработать на хранении средств на накопительном счете, наверное, не удастся. Но, во всяком случае, сохранить инфляционных процессов точно можно. Мы понимаем, что если инфляция сегодня в районе 4, то и ставка средняя плюс-минус у банков по этим инструментам где-то варьируется до 4%. И вторая модель – это инвестиционная модель. Наше население очень активно сейчас размещает свои сбережения в инвестиционные продукты. Вкладывают в акции, в облигации, в различные финансовые инструменты. И надо сказать, что вкладывают не только безрисковые инструменты, а очень пользуются активно у нас и более высокие, высокорискованные инструменты, но, соответственно, с наибольшей доходностью. Много задают вопросов мне по поводу того, покупать или не покупать валюту. Покупать сейчас валюту для того, чтобы сохранить свои сбережения или их приумножить, я считаю, что это достаточно рискованная мера. Мы с вами сегодня планировать на горизонте дальше 1 января я не берусь, честно говорю всем, потому что я не понимаю, какие меры будет правительство принимать в новом году, что будет. Мы с вами этот год начали и в феврале все увидели. Правительство поменялось и коронавирус зашагал по всему миру, в том числе по России. Поэтому вот таких непредвиденных обстоятельствах мы не можем их не учитывать и мы не понимаем с вами, что будет с долларом и с рублем и евро. Поэтому сейчас доллар такой достаточно высокая цена его и в моменте его покупать я лично и рекомендую. Но каждому, конечно, принимать решение самостоятельно. Все-таки, если у кого-то есть сбережения уже в иностранной валюте, то да, конечно, продавать ее, наверное, не нужно, ее нужно хранить. Но вот в моменте покупать бы не советовала. Все-таки считаю, что нужно свои сбережения хранить в той валюте, в которой будете ее тратить. В Красноярске прошел командный турнир по боксу среди юных спортсменов. В матчах участвовали школьники от 10 до 12 лет из городов Красноярского края Хакасии. Все было как на настоящем состязании. Рефери на ринге, медики, судьи и кубки за первое место. Ну и, конечно, волнение перед матчем. Как заявил судья Валерий Щуклин, в этом году у спортсменов школы бокса почти не было соревнований из-за пандемии коронавируса. А этот турнир поможет держать юных боксеров в форме. Мы решили эти соревнования провести в упадящем году, так как у нас год сложился из-за пандемии сложный. И очень мало было соревнований, и ребятам негде было повышать свое мастерство. Постоянным нашим партнером является КПК-совет, регулярно взаимодействует с нами. Привлечение такого рода компаний очень несет положительную роль в развитии спорта. Спонсировать подобные спортивные мероприятия для школьников стала уже традицией кредитного потребительского кооператива Совет. Эта помощь не прекращается даже в пандемию, заявила финансовый консультант Совета Надежда Седова. Компания Совет уже не первый год поддерживает детские спортивные мероприятия, в том числе и секцию бокса. Несмотря на период пандемии, мы не отказались от своих социальных обязанностей. Помогать детским спортивным клубам является уже наша традиция. И вообще такие мероприятия смотреть вживую куда интереснее, нежели на экране телевизора. Но сейчас наша традиционная для четверга рубрика «Вопросы ЖКХ». Сегодня речь пойдет о содержании и ремонте жилищного фонда, а также о кладовых комнатах в подъездах. Как можно получить разрешение на установку кладовой комнаты в зоне лестничного пролета в доме? Что касается установки кладовок, различных каких-то преград на пути эвакуации в случае пожара и так далее, то это очень вопрос такой сложный. Во-первых, пожарная инспекция никогда не даст согласования, если вы где-то будете на пути следования граждан устанавливать какие-либо не было кладовки. Но если это позволяет и не преграждает путь эвакуации в случае непредвиденных ситуаций, тогда необходимо собрать 100% голосов в вашем доме. Даже если в третьем подъезде вам необходимо собирать все подписи, чтобы все 100% жильцов были согласны, так как это места общего пользования. И только с их согласия, либо на безвозмездной основе вам собственники позволят эту кладовку построить, либо за какую-то определенную плату, которую установит собрание собственников. Временно не проживаю в квартире, в которой прописано, должна ли я платить за содержание и ремонт жилищного фонда. Если вы являетесь собственником какого-либо жилого помещения в многоквартирном доме, то согласно жилищному кодексе вы обязаны оплачивать содержание и ремонт, независимо проживаете вы там или нет, так как данная услуга начисляется, исходя из площади вашего помещения. Другой вопрос. Если вы отсутствуете и у вас счетчики установлены, соответственно у вас по нолям все. Если вы отсутствуете, то мусор вы не выносите. Тогда можно написать заявление региональному оператору о перерасчете, что вы отсутствовали, предоставить документы, что у вас не было, и вам обязаны будут сделать перерасчет по этой услуге.